Уважаемые коллеги, разрешите начать наше мероприятие. Мы сегодня присутствуем при уникальных событиях. Попания Компас-Слеса Пахнёска в лету осенью прошлого года открыла Школу информационной технологии и финансовой индустрии. И в рамках вот этого мероприятия мы сегодня проводим встречу с Михаилом Григорьевичем Михайловичем, который будет в лекции об итогах 2012 года и прогнозах на 2012 год. У нас сегодня событие уникальное, потому что такого человека, специалиста такого уровня мы с вами можем увидеть только по интернету, мы можем увидеть только по телевидению. Сегодня мы видим его воочию. Я не буду пересказывать весь трудовой путь Михаила Леонидовича, но хотя бы немножко скажу, что он являлся научным сотрудником Академии наук СССР, начальником аналитического отдела Элдинбанка, сотрудником рабочего центра экономических реформ, работал в Министерстве экономики Российской Федерации, начальником департамента политической политики Министерства экономики Российской Федерации, заместителем начальника экономического управления президента России и так далее. Поэтому человек очень компетентный, интересный. И сегодня, я думаю, событие знаковое, потому что сегодня еще и День российской науки, с чем я вас поздравляю. И я думаю, что мы определим рекламу в следующем образом. Сначала мы слушаем вектора, а потом у нас будет живая дискуссия, вы можете задавать вопросы. И я думаю, что вопросы мы можем задавать как в письменном виде, так и в вопросном, потому что у нас стоят микрофоны, кто потом за зрение вопросов, можете подойти. А если у кого-то созреют вопросы во время выступления Михаила Леонидовича, можете сюда поднести, я ваши вопросы приму, и потом после лекции он уже ответит на ваши вопросы. Собак, если у вас уважения нет, предлагаю я вам слово. Спасибо. Ну, я вот долго думал, о чем мне рассказать. Хотя, а в рамках мне расскажу. А, у меня час, да? Час. Ну ладно, хорошо. Значит, попробуем. Начну я тут, поскольку студентов довольно много, со своей собственной студенческой историей, которая очень много чего меня учила. Я оканчивал, когда Московский университет, то должен был идти на работу потом в институт физической химии, в Академии Ауфрики СССР. Ну и, соответственно, я так, что может Руслит Мехмата знать о физической химии? Ничего. Я поэтому ходил... А, единственное, что я знал, это байку про то, что директором Института физической химии на тот момент был Академик Спирин, Спитсон, который получил героя социалистического труда за новую технологию хранилия радиоактивных отходов, которую он впервые применил на комбинате «Маяк» на Урале, который, соответственно, сразу, после того, как он получил героя социалистического труда, взорвался. Но, поскольку только вы научитесь специалистам, можно себе представить, что радиоактивные отходы можно хранить в теоретически закрытых простатах. Ну, я, значит, думал, вот, собственно, что я туда иду-то? Я ж такой умный. Меня так все учили. Думайте. Вот я там что-нибудь умное скажу. Вот в какой-то момент таких учителей, у них матья. Человек, который, ну вот как ни набирай десять самых великих математиков двадцатого лет, он туда, значит, входит. Он меня в какой-то момент спрашивает. Миша, а зачем ты туда пойдешь, вот, если тут физхимика? Я говорю, ну как же? Я же... Они же там все прикладники. Физики, химики, биофизики, биомики, еще кто-то. Они же все системного подхода не знают. Люди необразованные. И поэтому они не понимают, что у них там происходит. Поэтому я приду, они мне будут задавать вопросы, а я буду на них отвечать. На что, значит, мне мой учитель радостно говорит, а ты идиот. А мне было звук там, двадцать две года, я говорю, почему это я идиот? Я не идиот, я идиот, идиот. Ты чего не понимаешь? Ну подумай так. Они системного подхода не знают. А у них, значит, представления у большой науки нет, то они специалисты только в этой сфере. Поэтому правильно поставить эксперимент они не могут. Они просто тыркают, что не знают куда. Дальше они этот эксперимент, даже если они его поставили, не в состоянии понятно описать. Дальше они тебе начинают это всё пересказывать, и ты их понимаешь совсем не так, как они хотят тебе сказать. После этого ты как-то интерпретируешь их вопросы, выдаёшь им какой-то ответ, который они в своём уже тоже не могут проинтерпретировать. И в результате возникает уже полная биберна. Ну, для примера можно сказать, что если по кругу переводить фразу с русского на русский через 5-6 языков, то очень часто никто уже не может сказать, что там как бы какова была изначальная фраза. Я говорю, да, ну может быть, ну может быть, а чё делать? А зачем я тогда туда иду? Ну ты не понимаешь. Ты идёшь туда не для того, чтобы отвечать на вопросы. Ты идёшь туда не для того, чтобы задавать вопросы. И если ты задашь вопрос правильно, от этого будет эффект. Я, соответственно, в ответ на это тут же спросил, а как я пойму, я правильно вопрос заду или нет? Ты вот опять начинаешь. Они же специалисты. Поэтому если ты задашь вопрос правильно, то ты сразу на него получишь ответ. Правильно. Вот это вот и есть твоя задача – идти и задавать вопросы. И вот в 1989 году, когда стало понятно, что за науку уже больше денег платить не будут, я вспомнил, что я всё-таки окончил кафедру теории вероятности и математической статистики, и пошёл работать в институт статистики Госкомстата ещё СССР. А экономики я, естественно, не знал вообще. И придя туда, я стал задавать разные вопросы. И вот с тех пор я вопросы задаю по экономике. К сожалению, экономистам я ответов обычно не убиваюсь, поэтому приходится ответы сочинять самому. Вот я сейчас задам несколько вопросов. Мы пытаемся вместе на них дать ответы. Итак, вопрос первый. А, ещё одна история. Когда мне было лет 22-23, а 19-25, я занимался олимпиадами для школьников. И среди прочих олимпиад была такая олимпиада – турнир Ломоносова. Это такая олимпиада по многоборью. Там первые места давали не тем, кто решил больше раз по тематике или по физике, а тем, кто решил хотя бы по одной задаче, но из всех предметов. И там, в том числе, был конкурс ордитов, больше всего напоминающий нынешнюю передачу «Как украсть миллионы». Там мы давали 10 вопросов и три варианта ответов на каждый. Нужно было вычислить правильно. При этом вопросы были, разумеется, из школьной программы, но такие, которые не часто встречались. Один вопрос. Помню, в каком году была Куликовская битва. Варианты были 1242, 1380 и 1410. Кто помнит, в каком году была Куликовская битва? 1380. Хорошо, а что было в 1242 году? Долговой. Правильно, в 1410 году. Стояние на угре. Ну, ладно, да. И вот, значит, когда мы эти вопросы задали, то обнаружилось, что самый лучший школьник может ответить только на 6 вопросов. Те остальные еще хуже. Вот, значит, мои помощники приголюлились и стали тоже думать, как же задавать правильный вопрос. И один из них говорит, да нужно задавать вопросы банальные. Например, сколько ног у таракана? Давайте варианты 4, 6, 8. Я подумавши на это ответил, что это слишком сложно. То есть вопрос хороший. Но 4 ноги у собаки, 8 ног у паука. И откуда же нормальный школьник знает, кому ближе к таракану, к пауку или к собаке? Опять же, если вдруг школьник очень умный читал Аристотеля, в аристотеля написано, что увы и чьи ноги. Так что вопрос, сколько ног у таракана, он требует удающегося интеллекта от школьника, который должен знать, что тараканы два насекомые, а у всех насекомых 6 ног. А кроме того, это вопрос на чистое знание. А интеллект где? По этой причине сказал я, вопрос мы оставляем, сколько ног у таракана. А варианты мы предлагаем 5, 6, 7. И дальше школьник должен интеллектом понять, что у тараканы черное число. Вот, значит, теперь мы переходим к интеллектуально-экономическим вопросам. Значит, я всяких там дядек и тетек умных, которые еще учились в советской школе, прошу рук не поднимать и громко ответы не кричать. Итак, в каком году, допускай, в каком десятилетии в Париже появилась канализация? Кто знает? Кто знает? Ну руки поднимите, кто знает? Да. Хорошо. Интеллектуальный вопрос. Связанный с этим вопросом. Правда, не имеющий отношения к экономике. Кто придумал такое гениальное изобретение человечества, как ватер-клазин? То есть водяной запор на унитазе, а? А? Ну что? Так кто придумал, да? Никто не знал, да? Придумали шумеры. За четыридцать лет от шея. Водяной запор. А канализацию в городе Парижске провел барон Осман в 60-е годы 19-го века. А в городе Ленинграде канализацию доделывали при советской власти. А в знаменитом дворце французских королей Версави, который был построен в конце 17-го, начале 18-го века, нет ни одного туалета. А в городе Риме, времен Римской империи, то есть 2000 лет тому назад, стояли многоэтажные дома, и канализация была так же, как и вода холодная и горячая в каждой квартире. И вот вопрос. Что же такое произошло в Риме, что такая замечательная цивилизация, в которой была канализация на треэтажные дома, на почти на две тысячи лет вдруг исчезла? Это случайность или это закономерность? Закономерность. Ну, конечно, закономерность. Но мне было всегда очень интересно разобраться. Почему? Еще один вопрос из римской истории. Это все имеет отношение к делу. А все ли студенты знают, кто такой Ганнибал? Битва при Камне. Все знают. Ну, правда, никто не помнит, кого там Ганнибал разбил, какого консулу. Ну, хорошо. Про Ганнибала знают, и про переводчика знают, кто знает. Кто победил Ганнибала? Ну, отец и сын с цепиона. Я же говорил. Ну, не надо как бы... Хорошо. Отец и сын с цепиона. Замечательно. Кто из студентов про цепиона слышал? Руки поднимите. Молчат, как мы видим на допросе. Хорошо. Ладно. Тогда уже вопрос старшего поколения понял, что студенты не знают. Где Ганнибал воевал с Римом? В Италии. В Италии. Правильно. А с цепиона где его победили? В Африке. Нет. В Африке это была перетерп. Кублическая война. А Ганнибал это вторая политическая война. Вы говорите о второй политической войне, когда они Ганнибала победили. Где они воевали? В Испании. Правильно. И вот я еще школьником был. Мне было чертовски интересно, почему Ганнибал бегает в Италии, а с цепионы его побеждают в Испании? Ну, как они его могли догнать? Когда он в Италии бегает, а эти в Испании. И вообще, какого черта с цепиозом принесло в Испании? Ну, кто придумает? Давайте ответ. Что? Школьники. О, сейчас, связанно с экономикой. Правильно. Ну, ответ. Ну, хорошо, ладно. А в древнем мире самые крупные месторождения сенбра в Старом Свете были в Испании. И Сциплион поперся в Испанию бороться с братом Ганнибалом Газдрубалом по банальной причине, чтобы взять под контроль источник денег. И после того, как он источник денег взял, Ганнибал оказался без подкреплений, без возможности реально продолжать войну. Потому что из Карпагена ему денег не присылали в силу сложных политических отношений разной партии. Значит, как только у Ганнибала денег не стало, его истребили. Теперь вопрос. А зачем Риму были нужны серебряные руки? Ну, давайте немножко по-другому зададим все вопросы. Значит, основным источником производства продукции в Риме древнем, ну, начиная где-то примерно с первого века до нашей эры и начиная где-то четвертым-пятым веками, были мануфактуры. Они были рабовладельческие, то есть там работали рабы. Но основной вопрос, который меня опять на этом не писал, это вопрос следующий. А, ну хорошо, мануфактуры производят продукцию. Все-таки она не совсем бесплатная, потому что нужны там ткани, из которых шьют, нужна шерсть, из которой делают ткань. Рабов надо кормить и т.д. и т.п. Вопрос. Вот они изготовляют продукцию, а производительность позднеримских мануфактур была в Европе достигнута только в 18 веке. Кстати, меня интересовало, когда я читал Карла Маркса, который говорил, что смена формации происходит по повышению производительности труда. Говорю, как же так, что Римская аэрополитическая империя рухнула, и пришел феодализм, при котором производительность труда была ниже, чем у Рима. Почему? Кто покупал продукцию, уготавливаемую мануфактурой? Кто платил за жилье в этих многоэтажных домах в Риме? Я прошу прощения, кто же греха плачет? Воду там и все остальное. Откуда деньги? Рабовладельческое общество, натуральное хозяйство, что вырастил, то съел. Деньги откуда? Нет, мы хотим в народную торговлю. Нет. Это же нас учили в школе. Хлеба и зрелища. Что это такое? Это Римское государство своим гражданам, всем, по факту гражданства, платило специальную пенсию. Вспомоществование. И вот на это, вспомоществование, эти граждане не покупали билеты на грандиаторские сражения, хлебушек, а также продукцию мануфактуры. То есть, иными словами, была система поддержания спроса. Если бы ее не было, то никакой высокой производительности труда в руководительской обществе быть бы не могло. И кроме Рима ее больше нигде не было. По банальной причине. Потому что произвести мало, надо еще и продать. Иначе не будет круга оборота, денег в природе. Это очень важная вещь. Теперь вопрос следующий. Значит, Римляне, Римское государство, а эти серебряные рудники принадлежали государству. Там добывали руду, выплавляли серебро, чекали лимонету, раздавали гражданам, граждане покупали хлебо и зрелище. Вопрос, почему не было инфляции? Причем беседа, если вы все время увеличили эти количества денег в обороте, должна быть инфляция. Они не скапливали. А ее нет. Почему нет? Потому что Нинская империя была экономической системой с тотальным внешнеторговым дефицитом. Они покупали на Востоке желтый прятость. И по великому серебряному пути все это уходило в Китай и Индию. И поэтому они серебро брали, людям раздавали, люди все покупали. Это все шло богатеям. А богатеям покупали эксклюзивные товары, которые на территории Римской империи не производились. В результате этой системы существовало несколько сотен лет. Но пока не произошел несчастный случай. В Испании в родниках закончилось серебро. А до последнего крупного месторождения серебра в Европе, которое было в Рубных горах в Чехии, не дошли русские регионы до несколько десятков километров. И по этой причине на этом серебре потом возошла империя Гамбурга. Но это было уже потом. Так вот, как только источником денег не стало, рухнула вся экономическая система Римской империи. На Востоке она еще довольно долго прозуществовала, потому что там основы производства были не мануфактуры, как западная Римская империя, а были такие вот местные экономические системы, общие. Это, кстати, причина, по которой Византию так не любят. И не западная историография, потому что она никак, она не может признаться, что вся культура Западной Европы вышла через Византию. Что такое возрождение в Италии? Это, соответственно, перенос византийской культуры после распада Византии в Западную Европу. А, соответственно, и поэтому с Италией все началось, она ближе всех. А, соответственно, советская историография тоже не любила Византию по совершенно другой причине. Потому что теоретически там было феодальное общество, но там не было феодалов. Там не было частной собственности наземной, там общины землей. Но в любом случае, Римская империя рухнула, и появилась новая экономическая модель, феодальная. При этом главное ее отличие от Римской империи состояло даже не в том, что там была другая экономика. Главное же, там была другая идеология. Дело в том, что это была идеология христианской. Она, в отличие от языческой модели экономической древнего Рима, она выстроена на габиблейских принципах, которые там довольно жесткие. В том числе там есть принцип о запрете на использовании судного процесса. Здесь можно сказать, что, разумеется, все эти запреты, они вносят достаточно условный характер. Есть такой старый, смешной, немножко детский анекдот про то, как Моисей на горе Синай беседует с Богом о запрете. А, значит, его премьер, значит, стоит об одном же горы, ждет. Наконец, громы молнии закончились, ветром развеют. Тучи, Моисей страшно довольный, спускается с горы. Его окружают, значит, его эти соплеменники. И говорят, ну, 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 чего евреи, говорит Моисей радостно. У меня для вас две новости, одна хорошая, другая плохая. С какой начнем? Ну, давай хорошую. Ну, что, говорит Моисей, мне удалось путем многотрудных и многодневных приговоров снизить число заповедей до десяти. О, говорит Юрий, молодец! Моисей отличный приговорщик. Ну, тебя хватит, а плохая новость какая? Тут Моисей разводит руками, есть такое, насколько прелюбодеяние осталось. Вот, значит, надо понимать, что к заповеди надо относиться, ну, не то чтобы с звериной серьезностью, но как бы с легкой ирудией, ну, иногда. Вот, но, тем не менее, экономическая модель феодальная, она была выстроена, исходя из логики сохранения социальной стабильности. То есть, иными словами, феодальное общество было, в идеале, разумеется, на практике все, как всегда, сложнее. Было выстроено так, чтобы теоретически дети могли бы заниматься тем же, чем их родители, и зарабатывать детям себе достаточно для нормальной жизни. В реальности все немножко иначе. Я вот вчера, когда выступал по радио, ко мне все приставали с разными экономическими вопросами. Я говорю, а чем приставили? Тут как бы Ричарда Третьего нашли, тельца. Давайте про Ричарда Третьего поговорим. Я говорю, нет, Ричард Третьего это неинтересно. Я говорю, что, по-моему, Ричард Третьего куда интереснее, чем все остальное. Ну, не важно. Значит, вся система экономическая феодального общества была выстроена на то, чтобы, не дай бог, не нарушалась созданная система. Технологии производства были ограничены. Цеховыми механизмами. Количество производителей было ограничено. Объем производимого товара был ограничен. То есть нельзя было изменить ситуацию. И так продолжалось до примерно XVI века. Тысячу лет. Конечно, был прогресс некоторый. Например, огнестрельное оружие в Европе впервые было использовано где-то в конце первого двадцатилетия XIV века. Но тем не менее, это было очень мило. И цель, еще раз повторяю, была сохранение социальной стабильности. Были, конечно, разные проблемы. Были эпидемии чумы и еще чего-то. Но тем не менее, модель экономическая задержалась. И вдруг, неожиданно, в XVI веке произошло слово. Почему он произошел? Произошел он, как мне кажется. Вот это вот тоже вопрос, который я сам себе задал какое-то время тому назад. Что произошло в Европе в XVI веке? Такого, что позволило этой, в общем, самой бедной, самой нищей и самой бескультурной части Евразийского материка за 300 лет перейти к мировому лидерству. Что случилось? Еще в начале XVIII века самой крупной экономикой мира был в Китай. В XVI веке даже сравнивать было нельзя. Типа Европы и цивилизованные Екатеринской Европы. Что случилось? Америку открыли. Ну, Америку открыли. И что? А, соответственно, золото, инков и все золото... И что дальше? Ну, получили инфляцию. Ну, поскольку золота было слишком много, больше, чем римляне, опечатали, то золото упало в цене. И что дальше? Этого не хватает. Еще, 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 чем он нужен. А с чего производство новые комфорты открыли? Что? Пришла, с выночной комфорта пришла новость. Значит, лифт, и открыли новые заходы. А с чего вдруг они открыли новые заводы? Что ты, цеховое хозяйство? Вот вы хотите производить мечи. Самый высокотехнологический продукт. Меч. Или доспейте. Если вы начнете это делать самостоятельно, к вам придут цеховые мастера. И скажут, что ж ты, сволочь, подрываешь нам, устраиваешь конкуренцию. И вас засудят и повесят. Без шуток. Что случилось в 16-м веке? И вот я долго на эту тему сообщал. Вначале я думал, что действительно это золото. Но не хватает рисунок. И недостаточно. А потом я понял, что произошло. В Европе, где-то примерно с 14-го века началось очень сильное понижение среднегодовых температур. Этот период называется Малый-Ледниковый период. Мы при него хорошо знаем по временам правления Бориса Годунова, когда на протяжении трех лет вообще не было урожая. Потому что то в июле снег не будет, то весь все лето идут на дожди. В каком году правил Борис Годунова? 1598-1605 год. Это самый конец 16-го века, начало 17-го. А началось это все чуть-чуть раньше. А и вот с север Европы. В Германии, Голландии, люди точно знали, что из 10-ти лет 3-4 года не урожая. Поэтому, когда вы собираете большие урожаи, их надо хранить. А по возможности обменивать на золото, и держать это золото, чтобы в голодные годы обменивать его на еду, на тех, у кого это не доест. Все понятно. А вдруг неожиданно погода портится, и у вас не 3-4 не урожаи не урожая, а 6-7. И при этом еще цена на золото падает. Значит, я сказать, падает покупательная способность золота, в связи с тем, что в 1492 году Бокалумб открыл Америку, и оттуда повезли золото. Про Бокалумбу не буду рассказывать, с биологическую байку, кто был такой, как Бокалумб. А то иначе мы очень сильно отвлечемся. А, значит, проблема с Колумбом состоит в том, что по официальным данным, он генуисец, но в Генуе нет никаких документов, а фактов его существования. Вообще, может, тогда не могли найти. Ну и поэтому, естественно, появилась гипотеза, что Колумб это португальский агент, действующий под прикрытием, цель которого направить эсканцев не вокруг Африки, куда португальцы уже нашли путь, к островам пряности, а к тому, в противоположном направлении. Кстати, видность того, что он поплыл самым идиотским путем, не северным, через Исландию, Гренландию, и не южным, от островов Зеленого мыса, к Бразилии, а поперся зачем-то через Саргасово море. Опять-таки, есть мнение, что это целенаправленное вредизиство. А про Бразилию все знают. В Бразилии найдены финикийские моменты. Финикийцы от островов Зеленого мыса, а Бразилию планы. А, соответственно, витинги плавали на острове Фанга из Гренландии. На самом деле, вообще, известно было про Америку. Ну, кстати, если бы у нас было время, то я бы вам рассказал, какую лапшу кому-то повесил на уши. Викторанда и не забыли. Ну, подумайте. С точки зрения здравого смысла. Например, спали без рода быстрее. Королю. Ну, для простоты. Давайте еще кому-нибудь звать. Пришла в голову конкретная идея научно-техническая. И вы пришли на прием куче. Вот как вы к ним пойдете? Тогда было то же самое. Целенная куча народу брали деньги за доступ к телу. Вопрос, откуда у Колумба деньги? Ну, мы понимаем, это португальская разведка. А мы должны что-то сказать, чтобы Федераль и Изабелла дали денег. Чем-то нужно сделать. А мы надеемся. Хорошо. Значит, такой вопрос. Чего он нам рассказал? Хорошо. Еще один вопрос. Да. Снази. На рыбе. Скажите, пожалуйста, в каком году измерили диагноз на земле? Все, Матер, мы не в древней Греции. В Египте при Афтальеях, не то Александрик, не то еще кто, я не помню, как его звали, он измерил диаметр земли. Причем совершенно примитивным струк. Кто знает, что такое северный тропик? Руки поднимите, пожалуйста. Северный полярный круг — это линия на земле, в которой раз в году 22 декабря Солнце не всходит, а раз в году 22 июня не заходит. Северный тропик — это, соответственно, линия на земном шаре, в которой 22 июня Солнце поднимается в зиму, точка над головой. Южнее оно уже там в зимите регулярно бывает. А на экваторе оно проходит через зиму каждый день. Оно в точке истина востока поднимается и идет вот по небесному экватору, значит, через точку земли, значит, на западе закатывается. Так вот, этот самый деятель, который жил 2000 лет тому назад, он сделал следующую вещь. Он взял для того, что Александрия и Каир расположены на одном меридиане, то есть в них полдень одновременно. Каир находится на северном тропике, или Александрия, не помню кто. Вот 22 июня, в тот момент, когда палка вертикально поставленной тени не дает, в другом городе она дает тени, и он от тривиальными реанкуляционными методами, зная расстояние от Каира до Александрии, определил диаметр Земли. Но у него получилось слишком много, как ему казалось. То есть он на самом деле определил все право, потому что там 6800 километров радиус, а диаметр, соответственно, сколько. В общем, окружность экватора 40 тысяч километров. Но он, понятное дело, стателем. Ему показалось, что это слишком много, и он взял доверительные интервалы по всем своим измерениям, они уже умели это делать, посчитал, что он везде увеличил, взял минимальное значение по доверительным интервалам. И получилась где-то Земля примерно на треть меньше. Так вот, соответственно, с этой цифрой диаметра Земли на треть меньше, чем реальный, Колумб и приперся к Федеранду и к Изабелину. Нарисовал Азию, показал диаметр Земли и сказал, «Восмотрите, до Азии быстрее плыть назад, чем на восток». И по этому получил деньги на экспедицию. При этом португальцы знали, что там Америка, и что диаметр на самом деле больше. Но Федеранду и Изабелину сказали. Это к вопросу о том, насколько люди... Давайте все-таки, поскольку у меня студентов много, я расскажу еще две байки. Чтобы было понятно. Первая байка историческая. В году 80-х. В каком-то Симон Эльич Шнольк, профессор кафедры биофизики и физического факультета МГУ, который еще не получил Монополевскую премию по биологии за мнение, как бы, как бы, в принципе, за это, который он получил. Не помню. Не важно. А значит, он читал лекцию в школе, в которой я учил детей. И, значит, принося какую-то там сложную конструкцию, он, значит, произнес фразу о том, что человек за последние пять тысяч лет не изменился. Тут скочил читать истории. Монополевский выпускал. Как же не изменился? Человек стал умнее и разумнее за эти пять тысяч лет. А что Симон Эльич Шнольк немедленно ему сказал? Ну как же ведь он? Я вот тут читал книжку про шумерские глиняные таблички. И там письмо, которое отец посылает с мужем. Примерно следующее движение. Я тебя послал в соседний город учиться у знающего человека, а ты вместо этого в сетинке потратил на вино и на женщину. И после этого еще не имеешь правилость просить у меня еще. Если мы считаем, сказал Симон, что это свидетельствует о том, что люди за последние пять тысяч лет сильно изменились, мне так не кажется. А вторая история произошла со мной лично, когда я был в девятом классе, и было мне шестнадцать лет. И я прочитал в журнале «Кванта», если не помню, не изменяю, доказательства Архимеда о том, что объем шара, вписанного в цилиндр, составляет две трети объема этого цилиндра. И на меня это произвело незвладимые впечатления, но я всегда понимал, что я умный. Но прочитав этот книг, доказательства понял, что я так не смогу никогда. Вот просто никогда. И вот это вот ощущение, человек, который жил две тысячи лет тому назад с лишним, тебя будет точно умнее, это очень сильное ощущение. В возрасте шестнадцать лет очень полезно. Вот. Так вот, значит, возвращаясь к нашей истории. Так вот, люди, которые жили на севере Европы, обнаружили, что, во-первых, им не хватает еды, чтобы растянуть их на все горы без кормницы, а во-вторых, те запасы, которые у них есть, они очень сильно упали в цене, и все равно в обочине было. В этот момент перед ними встали две задачи. Первая. Найти где-то деньги за деньги сейчас, чтобы купить еды, и вторая. Изменить экономическую модель так, чтобы она приносила больше, чтобы можно было обменять на еду. Первая задача была решена следующим образом. В 1517 году Мартин Лютер прибивает тезисы свои к дверям церкви, в которых написано, что мы верим в Бога, но не верим в церкви. И в результате народ начал раскулачивать единственный источник денег на территории севера Европы, который был. Это католические монастыри. Куда все из года в год платили десяти. Началась реформация. Есть кто-то был в Англии. Там одна из самых модных экскурсий по разваливанию католических монастырей. Католические монастыри разваливал Генрих VIII, и три из его шести жен. У него были жены католическо-протестанты, католическо-протестанты, католическо-протестанты. Вот, значит, с тремя женами-протестантками он разваливал эти монастыри и, ясное дело, конфисковывал всю казнь. Так вот, денег нашли, но нужно было изменить экономическую модель. И вот в этот момент, в рамках реформации протестантизма, отменили одну из заповедей. А именно не давая в рост брату своему. То есть протестантизм отказался от запрета на ссудный процент. Целью было разрушение цехового хозяйства и появление модели новой экономического развития, которую мы сегодня называем научно-технический прогресс. Это произошло в 16 веке. И дальше эта модель начала на победное шествие в Пузине. Вначале Южная Европа. Если вы посмотрите сегодня на Евросоюз, то вы увидите, что это вот граница между 16 век, между странами, которые приняли протестантизм, или в этом случае экономическую модель первую, и теми, которые ее не приняли, она там до сих пор нарисована. Это граница промышленной Европы и сельскохозяйственной. Она проходит по северу Франции, по северу Италии, и, соответственно, захватывает часть Африи и забыкается на Германию. Две разные модели экономические, северная и южная. Никак не могут заговориться в первую 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 этажу. А дальше вопрос. Когда впервые люди осознали, что появилась новая экономическая модель? Довольно рано, еще в самом начале 17 века кто-то из первых меркантилистов в Италии писал что-то вроде того. Если ты хочешь узнать, какой из двух городов богаче, посмотри на количество профессий, которыми владеют его жители. Чем больше профессий, тем богаче город. Переводил современный экономический язык, чем глубже уровень разделения труда, чем глубже зашел научно-технологический прогресс, тем больше добавленная стоимость, которая образуется в экономической системе. И было это в начале 17 века, когда кардинал Решилье еще был молодой, а Д'Артаньян еще не родился. Какие-то маньяки пишут, делать им нечего. Следующий этап, выдающийся абсолютно в продвижении экономической мысли, сделал Адапс Митр через 150 лет. Он уже понимал, что такое разделение труда, если вы прочитаете ему книгу, там еще не 150 правильно посвящено тому, как он рассказывает, как углубление разделения труда влияет на производство булава. Вот про булава шлемарику, то есть видно четко, что на него это произвело неизвратительное впечатление, как он понял. А дальше он написал замечательную вещь, которая на самом деле и определяет весь механизм сегодняшнего кризиса. Он написал, что если есть замкнутая система, которая не взаимодействует с окружающим миром, то углубление разделения труда в ней доходит только до некоторого уровня, а дальше не идет. И этот уровень определяется масштабами этой системы. То есть чем больше системы, тем глубже уровень разделения труда. Мы это хорошо знаем в быту. Если есть какой-то хутор, где живет две семьи, то там у них не может быть кузнеца. Они не производят продуктов достаточного для того, чтобы платить человеку, специализирующемуся на работе с металлом. Если есть большая деревня, в которой там сто двести дворок, там уже есть специализированный работник по металлу кузнец. Но этот кузнец работает с чужим металлом, потому что он металл выплавлять не может. Для того, чтобы выплавлять металл нужна большая страна. в Российской империи не было крупных металлургических комбинатов. Почему? Потому что большая часть страны жила натуральным хозяйством, рынка не было. Экономически Российская империя была придавкой Германии. Отсюда сразу следует два философских вывода. Вывод первый, что для того, чтобы развиваться, экономическая система с какого-то момента должна выходить за пределы своих границ, то есть расширяться. Вывод второй. Поскольку расширение больше, чем границы земного шара невозможно, то система углубления разделения труда научно-технического прогресса рано или поздно закончена. В середине 19 века молодой философ и юрист Карл Маркс, читая Акдана Смита, не мог не обратить внимания на это обстоятельство. И он посвятил свою жизнь описанию того, как будет выглядеть экономика посткапиталистическая. После того, как научно-технический прогресс станет невозможным. И влияние да. Адам Смит назвал свою науку политэкономией, потому что он совершенно ржонно отметил, что как только дело доходит до расширения, начинается конкуренция не только экономическая, но и политическая. И вот это расширение без политики описать неразможно. Политэкономия. Карл Маркс естественно эту тему сильно очень углубил. В результате политэкономия в конце 19-го века начинала взываться практически полностью по марксистским лекарам. А политэкономия после Маркса один из базовых тезисов, но который берет начало еще Адама Смита. Капитализм конечен, потому что он требует расширения рынка. Капитализм это страшно не понравилось, поэтому в конце 19-го начале 19-го века они придумали альтернативу, идеологическую альтернативу политэкономии, которую назвали экономиксом. В отличие от политэкономики, которая идет от макроэкономики, то есть глобальным системным процессом микроэкономики, экономикс идет от микро к макроэкономика, так и не нашла до сих пор, кстати. А во-вторых, в ней в качестве базового запрета установлено, что у капитализма конца быть не может. Весь 20-й век это схватка между политэкономией и экономикс. А теперь мы вернемся немножко к экономическим процессам. Если для развития нужно расширяться, то вся экономика в какой-то момент должна из себя представлять несколько расширяющихся кластеров, которые друг к другу конкурируют. Так и произошло. В конец XVIII века образуется первый технологический кластер в британских технологических зонах. В следующем должна была образоваться французская, но из-за наполеоновских войн она не состоялась и стала частью британской технологической зоны. Следующий этап это середина XIX века образования германской технологической зоны. Следующий этап конец XIX века образования технологической зоны на на базе Соединенных Штатов Америки. И последнее в начале XX века японская технологическая зона. При этом, что очень важно, по мере углубления разделения труда и развития технологий количество людей, которые должно быть в этих зонах, количество потребителей должно все время расти. Англии XVII века нужно было 25-30 миллионов, Германии в середине XIX века 50 миллионов, в конце XIX века нужно было 80, в начале XX уже где-то 100-120. Вопрос, а почему в Российской империи нельзя было сделать свою технологическую зону, 120 миллионов жителей у нас было в начале XX века? Ответ очень простой, потому что большая часть этих людей, 80% не были потребителями. Они жили в рамках натурального хозяйства. Нужно было их вытащить в рынок. Первым эту попытку сделал Сталлипин, он хотел разрушить общину, у него не получилось, эта реформа провалилась. Вторая попытка была сделана в 30-е годы Сталина, который сказал не будем разрушать общину, а создадим искусственное образование между рынком и общиной. Это колхоз, который будет потребителем самым высокотехнологичным на тот момент в продукции машин завоения. Крестьян трактор покупать не может, а колхоз может. И только после коллективизации стало возможно строительство таких комбинатов, как магнит. Появился потребитель. сцены. И вот после этого в 30-е и 40-е годы последняя технологическая зона независима это СССР. К начало 20-го века три первые технологические зоны германская, британская и американская столкнулись в гранатическом бассейне. Надо расширяться, расширяться некуда больше, один друг мешали. Начался первый кризис потения эффективности капитала. Капитал вкладывается в инновации, дальше инновации нужно продавать, но из-за невозможности расширить рынок, дополнительных денег в системе нет, инновации не окупаются. Начался банковский кризис. В Соединенных Штатах Америки он начался в 1907-1908 годах, дальше началась депрессия, которую тогда называли великой до 30-х годов. Самое замечательное другое, в 1910-м году на острове Джекин, Джекин Морган принимает очень важное решение со своими друзьями о том, что банковская система больше не может финансировать нерасширяющиеся рынки, что нужен институт, который бы их поддерживал. В 1913-м году принимается закон о федеральном институте, появляется первый частный банк, задача которого поддерживать вот эту вот самую систему разделения другой, через рефинансирование банковской системы. А дальше Первая мировая война, которая не решила ни одного вопроса, и в результате в 30-е годы кризис повторяется, заканчивается все это Второй мировой войной, по итогам которых из пяти технологических зон у существующих до войны осталось только две советская и американская. И они захватили территорию чужих зон и начинают очень быстро развиваться. Темпы экономического роста что в Соединенных Штатах Америки, что в СССР в конце 40-х, начале 50-х совершенно коноса. И при этом модель экономического развития на этаже научно-технический прогресс. Начинается сначала атомная гонка, потом космическая гонка. Атомную гонку СССР чуть-чуть проигрывает на первом этапе, а потом выигрывает. Водородную бомбу мы сделали первой. Ну а космическую гонку в конце 50-х, начале 60-х мы выигрываем. А дальше в СССР в начале 60-х начинается следующий кризис падения эффективности к капитану. Связанный с тем, что расширять рынки больше невозможно. Еще там был отпад Китая как потенциального рынка, но это уже только сейчас, потому что у меня уже времени нет еще и на Китаре сказать. А поскольку в СССР плановое хозяйство, то кризис развивается крайне медленно. И выражается он в падении темпов роста. Тем не менее, на нулевой уровень темп роста в СССР вышли только в начале 80-х. А в СССР осознавали, что что-то нужно делать. Были две попытки реформы. Первая Хрущевская в начале 60-х, вторая Коцинская до конца 60-х. Однако они так и не были решены. Проблемы не были решены. Как мы сегодня понимаем, не могли быть решены, поскольку проблемы базовые. Нужно увеличение количества потребителей, а это невозможно без расширения границ. однако в начале 70-х монологичный кризис, а в США была зона больше, поэтому этот кризис опали позже, подавят Соединенные Штаты Ореньки. Кризис там развивается сильно быстрее. В 1971 году США являют второй в 20-м веке дефолт, отказываясь от обмена доллара на золото, потом проигрывают войну в Вьетнаме, потом начинается нефтяной кризис, потом начинается Старкация, и в 70-е годы в протяжении 10 лет темпы роста американской экономики отрицательны, а в СССР еще положительны. И в этот момент аназарболи точно понимают, что Соединенные Штаты Америки проиграли соревнования двух систем. В этот момент СССР бы поднажать и он выиграл, но на тот момент политбирот СК КПСС это сделал испугаваться. Опять-таки я не буду про это рассказывать, потому что это есть у меня на сайте в ВУК РАЗИ сруб текст. Можно посмотреть, называется распад СССР мировое разделение от труда. Но в любом случае Соединенные Штаты Америки дали передышку в 10 лет и к началу в 80-х они придумали новую модель, которая позволила им получить некоторую стимулировать экономический рост на время и развиваться в чем состояла эта модель? Напоминаю, проблема, нужно увеличить количество потребителей. Это невозможно, потому что все потребители уже потеряны. Что остается? Остается увеличить нагрузку на имеющихся потребителей. То есть симулировать увеличение рынка. Что для этого нужно делать? Для этого людям нужно дать деньги. Как им дать деньги? Ну как им не получается, потому что инфляция будет, как это произошло в 16 лет. Значит людям нужно дать деньги в кредит. Тут есть своя проблема, потому что если вы дали человеку кредит на 3 года, то в первый год он увеличивает свое потребление, а по итогу трамплёт улучшает. Сколько он должен вернуть не только то, что взял, но и то, что еще и процент. И поэтому меняется модель кредитования. Если раньше человеку не давали новый кредит, пока он не вернул старый, отдельно была ипотека, это была отдельная тема, то теперь ситуация меняется. Переходят к модели рефинансирования. То есть люди начинают выдавать кредит, чтобы он расплатился с предыдущим, и у него еще оставались деньги. Соответственно потребление растет, но растут и долги. Я поэтому буду защищать небольшую пайку я сейчас расскажу. Представим себе некого джентльмена, неважно с какой стороны, который вечером возвращается домой, и на пороге квартиры или особняка его встречает жена, которая говорит, дорогой у нас катастрофа. Что-то случилось с детьми, спрашивают наши. Герои нет, с детьми все в порядке. А дальше два варианта, да, в зависимости от богатства. А в мою Феррари въехал какой-то идиот на Жигулях. Один вариант, вариант другой у нас сломалась стиральная машина. А он говорит, да, ну, слава богу, говорит наш герой, пытаясь снять с себя пальто, это все проблемы, мы решим завтра, пусть завтра. Говорит, нет, ты не понимаешь, у меня завтра встреча с подружкой, я должна быть на высоте. Поэтому ты даже не снимая пальто, иди и реши вопрос. У меня сейчас нету денег, говорит он, ничего не знает, ты же, ты кто? Ты глава себе, иди, решай вопрос. И вот наш герой выходит из золочья, что делать-то? Пускай для простоты надо нуждать стиральную машину. И тут вот выглядит над соседним домом надпись «Банк». Он заходит туда, к нему вовлекает клетка и задает ему два вопроса. Один, который они задают сюда. Простите, чем мы можем вам помочь? Мы можем вам дать кредит. И вы сразу же покупаете новую стиральную машину. Но тут он задает другой вопрос. Скажите, а сколько вы нам можете платить, чтобы это не объединило ваш семейный бюджет? Ну, говорит он, давайте посмотрим, тысячу рублей в год. Отличный пример. Тысячу рублей в год, никаких проблем. Значит, у нас соответственно политика банка, мы требуем возврата на каждый вложенный рубль, рубль двадцать, поэтому мы вам можем дать кредит на пять тысяч рублей на шесть лет. В первый год вы наверхите тысячу, это будет процент, и еще пять лет по тысяче это будет тело кредита. Вас устраивает? Да, говорит наш герой, ему дают кредит, через год он приходит с тысяч рублей, процент это будет отличный углевок, это знаете, в мире экономический бум, все расцветает, поэтому у учредителей банка изменилась политика, теперь они не двадцать процентов требуют, а только десять, поэтому мы готовы вам на тех же условиях тысячу рублей в год выдать кредит на десять тысяч, не пять, а десять, значит, точно так же, первый год платят тысячу, это процент, и еще десять лет по тысяче, это будет отлично, говорит наш герой, платит из этих десять тысяч пять, гасит предыдущий кредит, и еще пять у него, что он покупает жене посудомоечную машину, еще проходит год, он приходит с тысячи, с процентами, ему говорят, вы знаете, вы идеальный клиент, у вас потрясающая кредитная история, только для вас пять процентов, поэтому мы даем 20 тысяч, десятью вы гасите предыдущие, а десять гуляй не хочу, он берет крикит радостно, приходит через год с тысячей проценты, вы только для вас 20,5%, вот кредит 40 тысяч, а вот теперь обращаю ваше внимание, он платит фиксированную сумму, его благосостояние все время растет, но есть только два обстоятельства, обстоятельства, первое, растет Киеву долг, а обстоятельство второе, стоимость кредита все время падает, вся модель американская, а потом и мировая, рефинансирование кредита была построена на постоянном стимулировании спроса, чем снижение стоимости кредита, в 1980 году учетная ставка Федеральной Резервной Системы США равнялась 19%, в декабре 2008 года учетная ставка Федеральной Резервной Системы США стала равной нулю, все, система рухнула, а долги-то выросли, и вот сегодня картинка, уже 4 года, спрос поддерживать становится все труднее и труднее, потому что долги сегодняшний спрос домохозяйства больше, чем доходы домохозяйства в Европе, в США на 20-25%, и это все поддерживается либо госдотацией, либо кредит прямым, кредиты уже больше невозможно на расчет, потому что долги так запредельны, и госдотации тоже не получается на расчет, потому что госдотации тоже за счет роста, только не частного долга, а государства. Эта система рушится у нас на глаза, и когда она рухнет, то общий уровень жизни упадет в среднем по миру на 30-35%, в Европе процентов на 50%, а в США больше, чем на 50%. Выглядит это все страшно, но при этом нужно понимать, что структура экономики все не изменилась. Если в 30-е годы, когда в США была великая прессия, экономика упала на 35%, 80% в американской экономике это был реальный сектор, а 70% промышленность, сегодня в американской экономике 50% это финансовый условий. И падение на 50% это на самом деле резкое сокращение финансового сектора. Реально, разумеется, упадет тоже, но и финансовый. Что такое сегодняшний олигарм? Это человек, у которого имеются активы, капитализация которых, условно говоря, 8 миллиардов долларов. Но с капитализацией недели не получится. Значит, олигарм берет кредиты под эти активы, у него кредитов на 6 миллиардов долларов. При этом эти активы приносят прибыль ежегодную 100-150-200 миллионов, из которых платится процент. Но если вдруг начинается кризис, капитализация падает с 8 миллиардов до 4, то что такое олигарм? Капитализация активов 4 миллиарда, долгов на 6 миллиардов, а ежегодные финансовые потоки усыхают до 50 миллионов, которыми нельзя закрыть эти 2 миллиарда разницы. И это то, что ждет весь мир, что уже происходит у нас на глазах. Что, по-вашему, Дерипаска так в Агарусе наехал на Центральный Банк. И это картина, в которой мы живем. А дальше выводы простые. Если падают расходы, то падает и уровень растерения труда, и поддерживать единую инфраструктуру единого мирового класса, который сегодня единая система разделения труда американской на базе доллара становится слишком накладным, и мир распадается опять на валютные зоны. Примерно так же, как это было в начале 20 века. Сегодня вот таких зон получается естественным образом 4-5-6 штук. Долларовая, евровая, юаневая, отдельно Индия, отдельно Латинская Америка, и может быть что-то на территории евразийского пространства. Зачем Гразия создает таможен в Союзе? Понятно зачем. Нужно создавать свою собственную валютную зону, в которой кредитование будет происходить не путем получения долларов и кредитов на Западе, а путем рефинансирования российских банков рублями и Центральный Банк. Ему мешают те люди, которые ориентированы на Западе, которые сегодня возглавляют и Центральный Банк, и правительство. Сегодня у нас идет война в Литове. Занширь. Либо мы предаток Соединенных Штатов Америки, либо мы самостоятельные силы. Пока мы проведем. Вот и вся картина, в которой мы находимся. Все. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ меня спрашивают, что делать. А кому делать? Государству? Государству надо менять экономическую политику. Либералов выгонять, создавать валютную зону, заниматься реиндустриализацией, ориентировать то, что осталось на внутренний спрос, стимулировать внутренний спрос, ну и так далее, и так далее, и так далее. В общем, радикально не антикономическую поездку. Почему Казахстан может заниматься импортозамещением, а мы не можем, грубо говоря, как-то. Но почему не можем, понимаем, потому что не дают. Потому что у власти стоят либералы, у которых одна единственная цель, чтобы мы, соответственно, исполняли указания в Ужихтонском и больше как бы не рыбались. Ну антикопилизация автоматически не распадается на валютный зон. Глобализация это процесс, описанный однавым слухом. По умению глубинного измерения труда выгодно расширение рынка. То есть кризис, холодная война это был полный аналог. Второй мировой войны и Первой мировой войны это была борьба технологических зон за рынки сбыта. Мы ее проиграли по собственной дурности, по крайней мере 70-е годы и выиграли. Но сегодня эта единая технологическая зона больше не жалеется. Вот двум причинам. Первая, потому что расширяться больше не будет. Тогда бы можно было поглинить как бы долго. Но поскольку они еще стимулировали спрос, 130 лет, то мы должны вернуться в ситуацию 70-х годов. Сегодня средние доходы американского домохозяйства по покупательной способности соответствуют уровню начала 60-х годов. По мере развития кризиса оно падет в 50-е годы. Как при этом будет выглядеть экономика вопрос очень сложный. Потому что целая куча вещей которые сегодня существуют при таком спросе считавать не могут им просто деньги нет. Как это все будет еще не очень понятно. Это очень интересная тема. Для нас ситуация абсолютно понятна. обстоятельно оборудоваться. Нет. Китай в 65-м году Мао Цзэдун решил сделать последнюю независимую технологическую зону. На тот момент технологическую зону нужно было полмиллиарда человек в Китае было полмиллиарда человек. Все было блестяще. Собственно СССР из-за чего проиграл. В СССР и ближайшем окружении было примерно 350 миллионов человек. Не хватало. А в Китае хватало. Но после там сразу не получилось американцы не помогли в 65-м году. Пошли на поддержку Китая только после 72-го года. После того, как поняли, что проиграли. А по этой причине Китай был вынужден пройти через очень острый политический кризис. Мао Цзэдун умер в 73-м году. И в результате 75-го. Вначале 70-го умера. В этой ситуации Китай вместо того, чтобы строить собственную технологическую условию с опорой на путиня, стал использовать в качестве мультипликатора экономического роста внешне. И в результате он полностью зависит от внешнего спроса. Конечно, там очень много людей и очень большая потребность, но проблема состоит в том, что люди, которые живут в Китае, там живет миллиард 300 миллионов, из них миллиард не может себе позволить купить на свои доходы автомобиль. Это невозможно. У них нет таких денег. В Китае больше 100 миллионов человек живет ниже уровня нищеты, который не составляет доход 1,5 доллара в день. они не могут автомобиль покупать. И по этой причине что делает Китай? Он поддерживает внутренний спрос за счет экспортных доходов. Но если ориентироваться на чисто внутренний спрос, то вам тогда нужно закрывать те производства, которые ориентированы на Запад, и начинать производить дешевку для народа. А это полное изменение в экономической модели, это резкое падение уровня жизни тех, кто работают сегодня назад. Ведь это очень серьезная социально-фриническая проблема. Я не уверен, что они смогут пройти кризис без проблем. во-первых, сказать большое спасибо за интересную лекцию, мы от главных вопросов перешли. У меня была тайная мысль рассказать соответственно про войну между Дмитрием Анатольевичем Владимиром Владимировичем. Расскажите. 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 С точки зрения слова «свобода и демократия» — это слова бессмысленные. Нигде нет ни «свобода и демократии», ни в принципе быть не может. А любое очень сильное общество, богатое общество, в какой-то момент немножко дает послабление своим либеральным элитам. В части либерализма, и обычно у него кончается очень плохо. Но демократии и свободы, понимаете, когда я слышал там «свободные рынки», мне смешно становится. Где вы видели свободные рынки? Про эту историю рассказываю. У меня есть знакомый, который любитель, он человек довольно богатый, и он любитель вкладываться в инновации. И он придумал некоторую инновационную штуку. Причем такую, которая может стать нуляльно хитом на Западе. И он эту штуку стал двигать, продавать в интернете услуги на Западе. Причем оплачивают через PayPal. Так вот, соответственно, поскольку эта штука мешала Голливуду, то он в какой-то момент где-то год-два там обнаружил, что PayPal стал закрывать аккаунты всем, кто пользуется этим, кто пользуется этим пользователем. Без объяснений, просто закрывать и все. И тема умерла. Это вопрос об инновациях, свободе, демократии и так далее. Жаловаться бессмысленно, потому что во всех тех, их, как же говорится, никто никогда не читает, поскольку в них там сотни страниц. Но вы каждый раз, когда вы заходите в какую-нибудь крупную программу, например, когда у вас Android, да, на планшете или там еще где-нибудь, там везде написано «Я принимаю условия». И дальше там. Вот там везде где-то написано «Можно закрывать аккаунт без объяснения причин». Закрываем и все. И таких историй много. Например, когда месяц тому назад была в коннекте Кутя, в коннекте Кутя Бойна, в школе, все помнят эту историю, да, то довольно быстро эксперты пришли к выводу, что это еще настолько шипит, что напоминает историю 11-го сентября 2001-го года. И сразу же сделали, вот это сделано для того, чтобы отобрать у людей оружие. Но в США. Что это в чистом виде провокации спецслужб. Только вот, Facebook закрывал аккаунты. Вот как только эта тема появляется где-то, сожженствующий аккаунт чуть не закрывается. Все. Его больше нет, если сейчас. Вот, там очень много. И такого рода вещи, любое государство очень жестко борется с инакомыслием и очень жестко поддерживает своих принципов. Вот, соответственно, любой либерализм и любая свободная демократия, это все мулька, которую, значит, разного рода элиты пропагандируют с целью, как бы, чтобы их больше любили. Как говорится в известной старой шутке, кролики думали, что они любят друг друга, а на самом деле их разлупят. Вот, соответственно. Я считаю, что не нужно, что это кроликам. Кроликам будет не нужно. Я стараюсь это, во всяком случае, для себя. А вот, что касается влияния Федеральной резервной системы, то нужно при этом понимать, что Федеральная резервная система, у нее остался один единственный инструмент влияния, это печатная демень. Чем она и занимается? При этом, летом 11-го года в Соединенных Штатове в мире произошел принципиальный переворот, который, собственно, и вызвал конфликт между Дмитрием Анатольевичем и Владимиром Анатольевичем. Сейчас я спросил, два слова скажу. Дело в том, что что произошло в начале 20-го века, я об этом уже говорил. Когда стало понятно, что банки больше не могут кредитовать, потому что риски растут, то появилась идея сделать над ними надстройку в Федеральную резервную систему. Сегодня, когда ситуация повторилась практически один к одному, только не в масштабах одной технологической зоны, а в масштабе всего Шарика, то появилась идея сделать еще одну надстройку над Центробанками уже. Появилась идея создать Центробанк, Центробанк. В отличие от Джипа Моргана, который все делал в глубокой тайме, эта тема обсуждалась открыто. Уже было принято решение, что это будет РВФ Центробанк, Центробанк, и что, соответственно, даже будет новая валюта на базе специальных прав заимствами. Все было бы замечательно, но проблема только одна. Создание Центробанка, Центробанк автоматически ограничивало все остальные Центробанки, включая американские, в свободе эмиссии. И как только это стало понятно, Соединенные Штаты Америки арестовывают с Роскарма. И все. И тема Центробанка, Центробанк исчезает, как видно. Более того, после этого Федеральная Резервная Система США полностью легла под Белый Дом. Потому что ни один чиновник ФРС не хочет повторения учить с Роскарма. Идиотов нет. Все. А единая до того времени Мировая Финансовая Рита распалась на несколько групп, из которых часть хочет появления альтернативных финансовых центров, а сама она видит свое место как посредника между этими Центрами. Другая хочет сохранить эту систему, и ее сейчас очень активно истребляют. В частности, смена администрации Абам и всех лоббистов международных банков вынесли с Белого Дома. А соответственно, третья группа, это та группа, которая хочет использовать ресурсы ФРС для сохранения американской финансовой системы и плевать на все остальное, что за их предел. Проблема в том, что российская либеральная команда полностью ориентирована на международных банках. На МВС, на Мировой Банк, на ФРС, но стали. И в результате, после смены руководства там, эти наши ребята повисли очень сильно. Потому что они уже не могут решить те вопросы, которые нужны. Конфликт между эбиральной элитой, политическим лидером, который является Медведем, с Путиным, совершенно тревянный. Будем говорить, ребята, нам нужен рост 6%. Они им говорят, это невозможно. Они говорят, вы не поняли, меня не интересует, возможно ли это невозможно. Вы готовы дать 6% роста? Они говорят, нет, это невозможно по науке. Мне неинтересна ваша наука. Вот у нас тут в глазах с Российской Академией Наук. Они готовы обеспечить 7-8% роста. Вы готовы? Они говорят, они будут. Почему они будут? Они предъявляют механизм. Механизм, по-моему, рассказать. Еще минуту. А вы? Что? Они говорят, нет, нам науку запрещает обеспечивать больше 3% роста. Вот весь конфликт. Все. Путин говорит, мне нужен экономический рост, нам нужен. Олигархам нужен. Элите нужен экономический, а вот 6%. Если вы не можете обеспечить, уходите. Они говорят, нет, уходить не хотим. Нам это просто нравится. И началось. Игнатик уходит. Что говорит? Что говорит Российский Убиралов? На его место у Люкаева. Потом стало понятно, что Люкаев мало вероятен. Тогда они говорят, ну хорошо, у Люкаев, Кудрин или Засадоров. Тоже уже понятно, что плохо. Тогда они стали, там уже совсем придумывать экзотические фигуры Сухов, Симановский. Это мелкие чиновники Центрального банка. Ну, я даже не уверен, что Путин слышал их помимо. Ну и чего? Вот, собственно, вся драма. За? За рост. А экономический рост очень простой. У нас импорт 400 миллиардов долларов в год. 200 миллиардов мы можем заменить импортозамещение вот так. Даже не нужно лицензии ничего, просто тупо вложить немножко денег и поставить это самое импортозамещение. 200 миллиардов дополнительных доходов в год. Это фактически означает, что мы можем съесть где-то примерно на 2 триллиона долларов инвестиций. 2 триллиона долларов это 70% от реального ВВП России. 70% на 10 лет это... 7% в рост в руку только, пожалуйста. Еще раз повторяю, без проблем. Не нужно ничего изобретать, придумывать. 7% роста, если только немножко изменить кредитно-денежную политику и экономическую политику. Поддержать этического производителя. Для того, чтобы в этом не делать, они нас целевым образом специально в ПИТО или ПИТО. Но даже и с ВТО можно, потому что есть не тарифные методы защиты. Знаете, как это сделали в Англии? Вызвали всех ритейлеров и сказали, вот вы тут, ребята, продаете слишком много импортных товаров? Вот, либо вы уменьшите долю импорта, либо будет в углу. Будем вас преследовать в государствах за то, что вы продаете плохую продукцию. И ритейлеры перестали брать импортные товары. Нет таких крепостей, которые бы не могли взять башенки, мороженые, прониктюрены. АПЛОДИСМЕНТЫ Михаил Геонидович, здравствуйте, меня зовут Хатинов Николай. Я мафин, на рынке не движемся. Вопрос, ну, не столько... А как мы сюда проникли? Ну, есть вопрос. Вопрос, больше ледяной. Как повлияет на расстановку сил в мире и на ледяном рынке проект по добыче сланцевого вагана в США? У меня на сайте World Crisis Room вчера или позавчера я разместил Астатина Нахова на эту тему. Это, на самом деле, проект, который не слишком сильно поменяет на газ. Это пузырь. Он действительно принесет какое-то увеличение добычи газа. Но больше в США, в Европе этот проект практически не идет. У поляков он провалился полностью. Я думаю, что и украинцев. Американцы чуть-чуть снизят цену на газ этим. Куда большее влияние окажет сжиженный газ на рынок. Но и тут есть свои проблемы. И, в общем, на самом деле, я считаю, что в этом смысле принципиальных есть минимум. Разумеется, внешние цены слишком высокие, их нужно опускать. Но в Европе, собственно, у нас они привязаны к нефтяным. А у нефтяных ценах примерно к 50% спекративных составляющих. То есть теоретически цены на газ должны упасть. А в этом смысле я считаю, что та политика, которую ведет Газпром, она неправильная. Но я думаю, что в ЗМИ тут пока ничего нет. Я, кстати, не являюсь большим специалистом в этой теме, поэтому читайте там. Минахов обсуждения, которые там... Потому что это осмысленно начинает. У меня осмысленно. Михаил Ильинич Галининович, меня зовут Александр Ильич Васильевич. Я работаю доцентом в МГПУ. У меня вопрос такой. Вы классные изделия про руссказы. Ваше мнение про белый и наоборот, оно как-то связано с нашим процессом? Ну, связано, конечно. Смотрите, ситуация же банальная. Экономический рост остановился. Ну, резкое снижение темпов роста началось со второй половины 2011 года. Где-то в 2013 мы вышли на нулевые темпы роста, а то и на отрицательные. А экономисты наши уже давно отмечали, что для социально-политической стабильности нам нужно 6% роста. Будет же эти 6% несет. А дальше все просто. Пряников сладких на всех не хватает. Возникает вопрос, что делать? Ну, грубо говоря, если у вас есть 10 человек, которые вы привыкли брать много, а денег становится все меньше и меньше, то первое действие, что они собираются все вместе и решают, что давайте-ка мы вот этого вот не кинем с корабля. Первым выкинули Сердюкова. Сердюкова. Но процесс идет. Я думаю, что, кстати, не включено, что первым был вообще Двептик Александрович. Но я не настолько погружен, меня мало волнуют, какие там внутренние процессы. Мне больше ничего не на них начать. Если бы я там был внутри, это было бы важно. А снаружи я только понимаю, что есть тенденция на резкое сокращение элиты. Пряников сладких на всех не хватает. Кто будет следующим, как аэрорист, но кто-то будет очевидцем. Романова, Нелли Александровна, я хочу вас интересоваться для себя. Почему наши сейчас либералы продают Китаю электроэнергию дешевле, чем внутри своей страны? Также сейчас они требуют газ дешевле, чем мы продаем другим странам. Чем это объяснить? Я думаю, что объемы для откатов прорычали разными тонкостями. Все наши проблемы с газом и с Украиной тоже связаны с тем, что там есть откаты и много еще чего. Вот это надо учить. Я прошу прощения. Вообще, Дмитрий Николаевич, торговар, это момент как. Мы сейчас говорим о текущей ситуации, и, насколько я понял, о ближайших 5-10 лет. Вот с вашей точки зрения, насколько я понял, экономическая модель, которая существует в мире, она упирается в потолок, и по большому счету этот потолок уже прям таким висает над миром. Какая, с точки зрения, следующая экономическая модель, которая должна привести к расцветанию человечества, мира и так далее? Ну, как можно было объяснить какому-нибудь римскому императору 2-го века сущность феодальной экономической модели? Если он был язычник и не понимал христианских принципов, ну, если угодно, да, скажем. В 16-м веке появился новый глобальный проект отказа от одного из библейских принципов, запрета на судный процент. А в 18-м веке стало понятно, что общество, в котором библейские принципы нарушены, оно неустойчиво. Потому что библейские принципы – это единая система, из нее нельзя вычеркивать. Одно оставляет другое. И поэтому появилось два альтернативных проекта – красный и западный. Красный проект возвращал обратно запрет на судный процент. Следующим специфическим образом. Он разрешал использование судного процента, поскольку он ускорял научно-технический прогресс, но запрещал частное присвоение доходов от судного процента. Путем запрета на частную собственность на средства производства. А западный проект отменил вообще все библейские принципы. Отсюда принцип свободы западного проекта. Свобода – это право любого человека самому себе выбирать ценностную базу. Вот библейских принципов написано – не убей. Он говорит, а что это я говорю? А я вот хочу. Альтернатива библейским принципам на Западе – это закон. Поэтому на Западе нет морали и быть не может. Мораль – это преломление вот этих вот базовых принципов внутри человека. Понимаете, этого делать нельзя. Не потому что это кем-то запрещено, а потому что этого делать нельзя в принципе. Это амораль. А на Западе нет морали. Поэтому любой западный оккупант, не задумываясь, стреляет там в Рак, с Афганцем или еще кого-то, потому что их закон не защищает. Вот так, а в Американце стреляют чревато. Если, конечно, есть свидетели или там еще чего-нибудь. А если нет свидетелей, можно убивать. Не страшно. Это принципиальная отличие. Так вот, мне кажется, что новое общество, которое будет, оно будет построено на восстановлении библейских принципов. Обращаю ваше внимание на эти современные российские реформы, что образование, что здравоохранение, что ювенальные юстициальные – все принципиально антихристианские. Они все исходят из банальной логики, что единственная цель жизни – это нажима. Какова логика чиновника в реформе образования, реформе здравоохранения, ювенальной юстиции? Логика следующая. Почему этот человек получает какие-то услуги бесплатно и нам не платит? Отменить бесплатное образование, отменить бесплатное здравоохранение. Почему эти люди позволяют себе рожать детей и нам ничего не платить? Ведем коммунистальную юстицию. И за право иметь своего собственного лебенка они, да, и будут нам платить. Вот это цель, которую преследует сегодняшняя либеральная реформа в России. И поэтому я считаю, что литератур не ближе. Я считаю себя в том, что средний механизм сжигания в кастрюле. Здравствуйте. Друзья Ангелы Алексеевич, сотрудник банка. Исходя из вашего примера с антуреоном, я понял, что, ну, может быть, я ошибаюсь. Вы считаете, что человечество придет широко закрытыми глазами. И нас, фактически, ведет элита. То есть, как вы считаете? То есть, чтобы нам ввести в общество, в морали, в библейскому обществу, в общество, в целях библейские правила, у нас должна быть какая-то особая хорошая элита нас должна вести? Или как бы... Какие есть вообще возможные пути у человечества? Наша элита есть результат революции конца 80-х, начале 90-х. И выстраивалась она под Запад. В некотором смысле нас обдулили. Нам сказали, смотрите, как хорошо живут на Западе, и у них там 200 сортовков басы. Давайте мы пойдем на Запад. Мы дружно проголосовали, а в начале 90-х все голосовали за тех, кто обещал вести нас на Запад. При этом нам не говорили, что у нас лишат бесплатного образования, бесплатного здравоохранения, что нам, соответственно, нас заставят, соответственно, устраивать за, значит, демонстрации педерастов и прочие разные замечательные прибирательные различия. Знаете, это не шумка, да? Обязательные условия. Обязательные условия. Если у вас не происходит демонстрации гомосексуалистов и республикантов, вы не демократическое общество. Отдайте всем это начало. Вот у вас еще нет в городе демонстрации гомосексуалистов? Нет? Значит, вы, сторонники тоталитаризма и либералы, будут с вами бороться путем уничтожения образования, здравоохранения. Как бы у вас еще детей? Это различные. Подождите. А в Великобритании запрещено усыновлять детей семьям христианским, потому что они не, соответственно, поощряют любовь детей к гомосексуализму. Но вы сексуализм. Я шуток говорю абсолютно. Вы считаете, что вы, понимаете, написали? Христианская семья пришла усыновлять ребенка, при том, что у них уже 5 усыновленных детей. Сказали, нет. Вы из-за того, что вы, значит, христиане, вы будете им объяснять, что гомосексуализм это плохо, и поэтому вам усыновить ребенка нет. Вот в это общество нас тянут. Дмитрий Артольевич Весер тянет, Шувалов тянет, Гнатьев тянет. Отдайте силу этому отчет. Еще вопросы будут? Здравствуйте. Политика, по сути, рыночного мега, которая была в Су-3, она, соответственно, отражается и на мнении участвующих в субъекте, там, допустим, руководителей компаний, речевых граждан. Соответственно, это влияет на поведение экономических процессов, которые у нас происходят. Поэтому здесь как раз идея золотого тельца, которая присутствует, она, соответственно, которая внедрена в нашем учении. Молодой человек, не выступайте публично, пока вы через ней есть вопрос. Ну, как вот, два, один, это. Я тут, потому что тут, на момент, не разговариваю. Давайте, на самом деле, я уже сегодня говорил, что до тех пор, пока все хорошо для элиты, для элиты, она ничего не имеет, подобрали еще, это известная вещь. Сегодня становится плохо. И дальше часть нашей элиты продолжает ориентироваться на Запад. Бананной совершенно логики. Они нас поставили, они нам обеспечили высокие доходы, куда же мы теперь пойдем. Другая часть российской элиты считает, что у нее имеется возможность ситуацию изменить. Принципиальное сегодня решение лично Путина, вот так у нас в жизни закладывается, что решение должен принять лично Путина. Будет он менять экономическую политику или нет. Если он ее сегодня менять не будет, кризис будет продолжаться и усиливаться. Рано или поздно решение принять Путина. Чем больше будет принято решение, тем более тяжелым будет ситуация, из которой нужно будет выбираться. Теоретически, если решение не будет принято вообще, вот как Горбачев там, демонстрировалось в 50-е годы, то теоретически может принять распадрессию. Я все-таки надеюсь, что до этого дело не дойдет. Ключевая точка сегодня это назначение председателя Центробанка. Срок Гнатьева заканчивается летом 13-го года. Он уходит. Тот, кто будет назначен на его место, он задает много вопросов. Теперь следующий. Тот, кто будет назначен на его место, и покажет всю политику реальную Путина. Если будет назначен не либеральный человек, это будет один вариант. Если будет назначен Кудрин, Куликаев, еще одно, это будет означать продолжение политики. Не скатываемся ли мы к новой холодной войне с Западом. Это вопрос, на который сегодня не может быть холодной войны, потому что исчезает единый Запад. Понимаете, когда есть единая система с единым центром, вот как так, были, понимаете, что холодная война, на самом деле, по экономическому механизму, ничем не отличалась от той войны, которая была между Германией, США и Британией в начале 20-го века. Причем тогда и Британия, и США, и Германия выступали как самостоятельные судьбеты. И Британия воевала с США так же, как она воевала с Германией. В начале 20-го века, перед Первой мировой войной, Британия отказалась от самостоятельной роли только в 40-м году. А до этого она была самостоятельным центром силы. Вот сегодня у нас появляется новый независимый центром силы. И у нас появляется возможность между ними манипулировать и, соответственно, строить свой собственный центр силы. Но это нужно делать. Для этого нужно, чтобы люди, которые готовы это делать, могли как бы находиться у рычагов управления. Пока у рычагов управления находятся старые люди. Значит, нужно ждать, когда на их место придут новые. Они могут прийти либо сверху, либо снизу. Снизу это очередная улица. Я все-таки надеюсь, что для нее дело не дойдет, потому что в нашей стране это обычно кончается большим кровью. У нас три вопроса. Один из зала и два по запискам. Поправьте, пожалуйста. Постараюсь. Вы сегодня продемонстрировали глубину историческую, культурологическую и прочее. Тем самым задали клаточку глубины и вопросы в том числе. Подолжаю задавать вопрос о следующей экономической модели, которая нас сегодня ждет. Вот сегодня, завтра, до обеда. Вы уже сказали, что вы не знаете, какая будет модель. Но можно чуть глубже? Как вы думаете? Я совершенно конкретно вас задаю. Как вы думаете? Вы пофантазируетесь. Мы можем прийти с вами. Зироте студентки много. Я для них тоже вопрос не задаю. Как вы думаете, в предыдущей экономической модели существовали валюты, обеспеченные соответствующим стабильным веществом? Если это химически, то это золото. В физике стабильные частоты существуют. Говорят, что, не знаю, правда, не знаю, нет, но все женщины природы кричат на звуке ля размером 442 Гц и прочее. Так вот. Какой... Я сегодня обогатила не только лекция, но и вопрос. Какая следующая будет наполненность? Как угодно может называться валюта следующего экономического этапа? Вот какая наполненность может быть? Или обеспеченность? Есть еще один вопрос такой же был. Что в новой системе, я ведь читать не буду, он очень объемный, как поэма, что в новой экономической системе будет подталкивать людей к труду? Потому что здесь автор рассуждает о том, что было только капитализм, социализм, и вот и все время это все ушло. Поэтому, пожалуйста, отвечаю. Если говорить о сегодняшней ситуации, придет очевидно, совершенно разрад, вот в новом, как я говорил, на реставре и стиле. Потому что ничего другого пока не видно. А вот что дальше будет, я скромен считать, что картина должна быть примерно такая. Мы должны... Нам придется вернуться в 50-е, а то и 40-е годы. по технологическому развитию, придется сильно отползти назад. Но с некоторыми специфическими вещами. Ну, например, а кто будет оплачивать интернет? Вот сегодня интернет оплачивается по инвестиционному механизму. То есть люди, которые рассчитывают заработать, вкладывают деньги. А потребитель получает интернет бесплатно. А если у нас резко упадет в продюбление в мире, будет ли рентабельно содержать все эти дата-центры и прочие разные элементы инфраструктуры? Неочевидно. Еще один вопрос. Если будут распадмирены валютные зоны, будет ли там каждый слой интернет? Или это будет единая система? Кое-что... Вот тут молодежь сидит, да, по поводу того, что делать. Смотрите, мы знаем, что есть Facebook, есть Google, есть E-Mail, еще там разные вещи, которые... Альтернативы которых на Западе уже не будет. Это не рентабельно. То есть нового в Facebook не будет. Он один. Когда мир распадется на валютные зоны, в каждой валютной зоне должен будет свой Facebook. Хотя потому что языки будут разные. Про eBay я даже не говорю. В латиноамериканской зоне или в китайской вы не сможете там ничего делать, потому что нужны будут платежи. Либо, значит, я уже не знаю, как будет валют в Латинской Америке называться, а в Китае будет юань. А эта штука добра. Вот вам. Уже есть технологии, которые теоретически можно повторять. Значит, если говорить о моих как бы фантазиях, то фантазиями мы вернемся в эти самые 30-е и 40-е годы, перейдем к социалистической модели экономики и постепенно будем переходить от общества научно-технического прогресса к обществу социального прогресса. Но это мои исключительно личные измышления для этого человека. Последний вопрос. Охаживаете ли вы влияние на какие-то решения в какой-то страны или можете ли вы влиять? Я не очень понимаю, что имеется в виду. Я, к тех пор, как я ушел из администрации президента в июне 98-го года, напрочь полавившись со всем руководством администрации, объясняю, что, во-первых, воровать нехорошо, а во-вторых, что я совершенно не хочу быть организатором депута. Я там ни разу не был. Вообще ни разу. И отношения у меня с властью сложные. А что касается влияния, ну я же не знаю, читают они мои тексты или нет. Может быть, кто-то читает. Но Медведев-то точно читал, поскольку у него в контакте, по-моему, 14 друзей, и я среди них. Но там очень смешно. Когда он начал, еще будучи президентом, свою идею с открытым правительством, он меня туда звал. То есть там были, там, две или три на тусутки, на которые я ходил. Но как только он назначил этим начальником всей темы, как его назвать? Абызов? Абызов, да. Абызов это очень конкретный парень. И ему всякие люди, которые не доносят ему конкретную прибыль, не нужны. Поэтому все те люди, у которых там были какие-то мысли, они с вами уже сегодня открытым правительством исчезли, как только Абызов стал начать. Ну и все. То есть на этом, как бы, весь мой роман с властью закончился. Но я очень занимаюсь, что ведь ему мои идеи сильно нравились. Вы же понимаете, он же у нас либерал. А так что... Но при этом нужно понимать, что российский либерал, что такое российский либерал? Да, это не нужно читать в энциклопедии слово либерализм, что оно значит. Российский либерал это человек, который считает, что он никому ничего не должен. Даже если он не чиновник. А ему должны все. Вот. Вот это российский либерал. Ну, собственно, я так понимаю, что мы на этом заканчиваем? А, не заканчиваем. На всякий случай. На всякий случай. Что я хотел сказать? Что есть сайт World Crisis Room, на котором есть форум. Есть там... Все мои тексты там появляются. Все. В том числе, копии моих выступлений, еще чего-то, еще чего-то. Значит, желающие могут туда... Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.